МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александра Николаевна, я вас представила как руководителя семейного клуба «Радуга». Насколько я знаю, это одно из объединений автономной некоммерческой организации «Точка позитива». Насколько я знаю, она появилась в Кировске в 2017 году. Расскажите о ней немного. В 2017 году я, как мама, воспитывающая ребенка-инвалида, обнаружила проблему отсутствия площадки, где родители и дети могли бы собираться вместе и проводить досуг. И при Кировском обществе инвалидов был организован клуб «Радуга». И полгода мы были просто при Кировском обществе инвалидов. А потом нас приютила автономная некоммерческая организация развития культуры «Точка позитива» директор «Кольцов Сергей Юрьевич». И, конечно, после того, как нас присоединили к этой организации, начался бурный рост. И благодаря субсидированию города началось закупаться оборудование, финансирование этого клубного формирования. И на сегодняшний день это формирование уже объединяет более 30 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Ну и, соответственно, там есть множество разных творческих объединений, где можно заниматься. Конечно, да. И вот, насколько я знаю, Вика как раз активная участница многих творческих объединений. Расскажи, пожалуйста, в какие объединения ты ходишь, чем ты занимаешься и почему такой выбор сделала? Я хожу в кружок, в театральный кружок «Круковичка», хожу в кружок по рисованию «Мир красок» и на занятия по фотошопу «Сувенир». Почему такой выбор? Я изначально хотела только ходить в театральный кружок, но потом мне стало интересно познаваться чему-то новому. А почему в театральный кружок хотелось пойти? Потому что, ну, можно было развиваться, открывать себя. Ну и примерять на себя разные роли, да, почувствовать себя в разных образах. Александра Николаевна, вы также председатель Кировского отделения общества инвалидов, как вы сказали. И там тоже наверняка что-то интересное происходит, но уже для участников старшего возраста. Да, в связи с ограничениями, введенными по распространению COVID-19, у нас сейчас не такая бурная деятельность людьми старшего поколения. Но все равно мы вот в сентябре провели ежегодную акцию «Добрые дела». Мы собрали продукты, которые отнесли тем людям с ограниченными возможностями, которые не могут выйти из дома. Также мы запустили осенью проект «Лекториум», где мы собираем людей старшего поколения совместно с библиотекой имени Горького. Они на две темы мы успели собрать, потом ввели ограничения. Мы к 90-летию города, и вторая тема была к 77-летию освобождения Заполярья. Очень интересно, пришли и участники, всем очень понравилось. А если вернуться к клубу «Радуга», семейный клуб «Радуга», чем вы там занимаетесь? Там ребята, да, ваши участники? Да, там не только люди с ограниченными возможностями, но и их братья и сестры. Поэтому у нас инклюзивный клуб. И там есть три направления. Творческие занятия, правополученное рисование, а также кукольный театр. Конечно, каждые выходные с двух до пяти у нас проводятся различные занятия с детьми. Вика, скажи, пожалуйста, а какие занятия тебе больше всего нравятся и почему? Мне больше нравится, наверное, занятия по фотошопу, так как там можно показывать свои возможности и делать различные сувениры. Александра Николаевна, вот вы сказали, что клуб инклюзивный, там не только с ограниченными возможностями люди, но также их родственники. И, насколько я знаю, родители принимают активное участие. И даже есть какой-то позитивный пример одной из мам. Расскажите нам об этом. Да, когда мы создавали клуб в 2017 году, еще мам было не так много. А в 2018 году одна из мамочек, которая воспитывает особого ребенка, обучилась правополучелем рисовании и предложила вести занятия с детьми как волонтер. При этом это направление имеет огромный успех. И рисунки участвовали и в международных, и вообще российских, областных и городских конкурсах. Занимали призовые места. И сейчас это направление пользуется большой популярностью. Соколова Ирина Петровна, ей очень нравится работать с детьми. И детям очень нравится рисовать. Ведь каждый ребенок может почувствовать себя настоящим художником. Ну, раз мы заговорили о конкурсах, не могу не спросить. Вика, расскажи, пожалуйста, о своих достижениях. О каких-то удачных работах. Может быть, ты тоже в конкурсах принимала участие успешно? Да, я принимала участие в конкурсах. Тоже в студии Мир Красок, в кружке Мир Красок по рисованию. Мой рисунок отправляли на конкурс, посвященный Дню Матери. Что-нибудь заняла? Нет, еще пока неизвестно. А, то есть мы ждем результатов, да? Да, мы ждем результатов. А что ты нарисовала? Мы нарисовали с Ириной Петровной такого слоника с мамой-слонихой. То есть такой мультяшный символ мамы и ее детеныша. Александра Николаевна, вот раз уж мы говорим о Дне Матери, то, наверное, в целом в клубе как-то готовились к этому празднику и наверняка что-нибудь интересненькое такое организовали. Мы готовили концерт в зеркальном зале. Оно... Опять-таки ограничение? Ограничение, да. И в итоге мы даже планировали, чтобы мы уже готовили постановку, где мамы будут для детей делать с куклами перчаточными и в костюмах постановку. Но из ограничений мы сделали онлайн-концерт. Мы в этом году сняли две сказки, также отправили на конкурс. И у нас хотелось рассказать еще про творческое направление, про чудесного человека, подачеву Татьяну Владимировну, которая пришла к нам как волонтер и начала вести именно творческие занятия для детей, создавать поделки. И это тоже направление стало пользоваться такой популярностью, что в итоге она даже перестала успевать подойти ко всем детям. И тут мы решили проблему, мы привлекли волонтеров-медиков Кольского медицинского колледжа. И вот уже два месяца они к нам приезжают на выходных и помогают Татьяне Владимировне работать именно по созданию творческих работ. Тоже работают, отправляются на конкурсы и ко Дню матери. Мы тоже отправляли работы, ждем результатов. То есть вы такие активные участники всевозможных конкурсов? Да, мы стараемся везде участвовать, особенно в областных и городских конкурсах. Успешно? Да, у нас вот о кукольном театре, если говорить, то оборудование и куклы мы купили за счет выигранного гранта «Проблемы города. Решаем вместе» в декабре 2020 года. Это грант, который от компании «Фусагра»? Да, да. И Шитова Ирина Алексеевна очень поддерживала этот проект и помогала именно в том, чтобы он реализовался. И благодаря тому, что мы получили финансирование, были куплены и перчатки, куклы-перчатки, пальчиковые куклы, куклы-марионетки, были куплены куклы-маппеты, игрушки различные, развивающие, ширмы две закупили и колонку для микрофона и для занятий. Теперь мы полноценно можем проводить репетиции. Дети даже стали петь. Это их объединяет. И очень они рады. Ты участвуешь, да, как раз именно в этом театре? Какие роли тебе больше всего запомнились? Может быть, что-то, кого-то понравилось играть больше всего? Я играла только сказочницу, ну и пару раз ворона. Вот и все. Ну, я думаю, у тебя еще все впереди. Да. Вот еще хотела у тебя спросить, упомянула о том, что из всех объединений тебе больше всего нравится фотошоп. Если я ничего не путаю, это объединение называется сувенир. Правильно? Вот в моем представлении сувенир – это какая-то поделка. Вот как вы сказали, да? То есть что-то сделанное своими руками. Может быть, из листьев и шишек, бусинок, бисера. То есть что-то такое, то, что можно сделать. Ну, я так понимаю, на ваших занятиях вы пользуетесь современными гаджетами, и у вас там все по-модному, по-современному. Расскажи, что вы делаете? Вот на одном из занятий мы учились ретушировать фотографии. То есть мы возобновляли старые фотографии с помощью фотошопа и инструмента кисть, ретушь и наложения. Ну, то есть из черно-белых делали цветные фотографии, там всякие трещинки убирали. Вот, ну, насколько сложно. Я так понимаю, что тебе нравится. Да, мне нравится, но это не сложно. Ну, для меня, например, это вообще очень сложно. Я даже не представляю себе, ну, я не умею работать в фотошопе, честно признаюсь. Но ты делаешь успехи в этом направлении, да? Да, но я тоже не могла работать с ноутбуком, в фотошопе, но с помощью студии и сувениров у меня все получается, мне кажется. Ну, отлично, я думаю, дальше все будет получаться. Александра Николаевна, как вы думаете, вот деятельность вашего клуба и других объединений, насколько они вообще помогают людям с ограниченными возможностями социализироваться, адаптироваться в обществе? Ну, каждому человеку нужно общение. А если говорить о семьях, в которых такая проблема, обязательно должна быть площадка, где мамы могут встречаться, общаться, где дети смогут чувствовать себя свободно. А особенно вот когда в начале даже были занятия по театральным, театральные занятия, но дети были зажаты, дети чувствовали себя неуверенно. И сейчас я вижу, как они раскрываются, как они шутят за ширмой, как они поют вместе, берутся за руки. Они раскрываются, они становятся более свободными и открытыми. И они начинают верить в себя, верить в то, что в них заложен большой потенциал, и что у них все получится. Ну и главное, что они чувствуют себя комфортно, раз вот они так раскрепощенно себя ведут. Да, 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 комфортно и чувствуют себя очень... Ну и, наверное, увереннее. Да, уверенно. То есть появляется уверенность в себе, уверенность в своих силах, раскрываются таланты. Может, ребенок и не знал, что... Даже не подозревал, что у него есть такие таланты. Да, да. А тут он вдруг начинает так роль играть, что и выразительно, а казалось, вначале не получалось. Потом начинает получаться, и ребенок понимает, что все в жизни получается, если трудиться, если прикладывать усилия, учиться и этому. Вика, скажи, пожалуйста, а вот тебе что дают занятия вот в различных объединениях? Ну, помимо того, что ты получаешь прекрасные знания, умения, навыки, победы в конкурсах, может быть, может быть, как-то тоже тебе это помогает общаться и со взрослыми, со своими сверстниками? Может быть, друзей удалось найти? На занятиях можно показать себя, как я уже сказала, развиваться, и, возможно, любые практические занятия, да, это тоже... Я нашла много друзей, начала больше общаться, и мне стало легче общаться. Замечательно. Ну, не за горами, я сейчас не открою ни для кого секреты, не за горами прекрасный праздник, Новый год, наверняка уже готовитесь. Конечно, разучиваем песни, разучиваем новогоднюю сказку, уже роли распределили после Дня матери, начали к Новому году. Сразу уже следующая репетиция к следующему празднику? Да, и подарки уже нам приготовили от Фосагра Аопатит. Каждый год, кстати, нам дают те же подарки, что и работникам Фосагра Аопатит. То есть, наверное, все уже с нетерпением ждут, что же в этом году будет? Да, да, да. Сколько знаю, даже уже поделки начали мастерить, да, для елки? Да, конечно. Уже и, во-первых, елку купили на этих выходных, тоже благодаря городу, благодаря администрации поддерживают, благодаря финансированию. Купили елку, и теперь будем готовить игрушки, уже начали готовить игрушки. То есть елка будет наряжена в срок? Да, 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 в срок. Вика, скажи, а что бы ты хотела попросить у Деда Мороза на Новый год? Даже не знаю, ну, для учебы мне бы хотелось получить айпад, но мне кажется, это слишком банально. И для поддержания своего здоровья я бы хотела беговую дорожку. Прекрасно. Вот. Будем надеяться и верить, что Дедушка Мороз тебя услышит и обязательно осуществит твои мечты. Александра Николаевна, какие-то творческие планы, ну, вот, на ближайшее будущее? Конечно, развивать театральный кружок дальше. Также и участвовать в различных конкурсах. У нас есть, весной мы заняли второе место, возьмем сзади «Друзья» в областном конкурсе. У нас была постановка «Рукавичка. Сказка». И дальше планируем тоже участвовать. В том же направлении действовать. Да, ну, мы еще не выезжали ни разу с кукольным театром в связи с ограничениями, ни в Мурманск. Даже вот у нас первая в эту субботу концертная программа в ДК. Мы первый раз выступим. Это будет наш дебют. Да, да. Будем готовиться. Как только мы сможем куда-то выезжать, вот наши планы на большую сцену. Съездить на фестиваль, на конкурс именно с кукольным театром, чтобы уже дети почувствовали себя уже... Настоящими артистами на большой сцене. Да, да, да. Вика, а у тебя какие планы на ближайший год или, может быть, не такой большой временной промежуток? Ну, на ближайший год мне сначала нужно успешно сдать экзамены и окончить школу. Экзамен ты в девятом классе учишься, да? То есть у тебя на носу ЕГЭ. Да. Ну, удачи тебе на экзаменах. Александра Николаевна, Вика, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли, отвечали на вопросы. Ну, и удачи, успехов в реализации всех ваших планов. Спасибо. Спасибо. Напомню, сегодня у нас в студии были Александра Ханова, председатель Кировского отделения общества инвалидов и руководитель семейного клуба «Радуга», а также Виктория Рябаштанова, кировчанка, участница различных инклюзивных объединений. Декада инвалидов – это напоминание всем нам о том, что рядом живут люди, страдающие от разных недугов, нуждающиеся в нашей помощи и социальной защите, а также о том, что творить добрые дела никогда не рано и никогда не поздно. С вами была Анна Белкина. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова